Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирина Джоева. Коротко о главных событиях 30 августа. Тема получила продолжение. Вновь о проблеме жителей села Зар-Дю-Ата-Кау. Помним, ждем, надеемся. В Международный день без вести пропавших прошла акция «Подари незабудку». Итоги работы за первое полугодие 2016 года. Главный санитарный врач республики ответила на вопросы журналистов. Подарки к новому учебному году сотрудники погрануправления ФСБ России посетили Ленингорский детский дом. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов принял участие во Всемирном форуме в единстве с Россией в Москве, сообщает пресс-секретарь главы государства Ганна Яновская. На форуме обсуждались актуальные вопросы внешней политики России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. В своем выступлении Леонид Тибилов акцентировал внимание на исторических связях между нашими странами. По мнению президента, выбор союза с Россией, сделанный нашими предками, определил судьбу осетин. Глава нашего государства назвал судьбоносным решение Российской Федерации о признании независимости Южной Осетии, принятое 26 августа 2008 года, что стало надежной гарантией безопасности нашего народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии. В этом контексте Леонид Тибилов уделил большое внимание новому договору с Россией, по которому реализован принцип «две страны, одно пространство». Президент также подчеркнул, что участников форума в единстве с Россией объединяет желание видеть Россию сильной экономически, могущественной страной, занимающей ведущие позиции в международном пространстве. Наглядным свидетельством единства с Россией, гражданского участия в жизни страны, станет голосование российских соотечественников различных стран и на выборах депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года, отметил президент нашей республики. Также в рамках Всемирного форума в единстве с Россией 29 августа президент Леонид Тибилов встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Президент Леонид Тибилов, президент Леонид Тибилов. Я очень рад вас видеть, потому что она в форуме русского мира. И, конечно, отрадно, что развитие происходит, что те идей, которые отстаивали в 2008 году, не потеряны, что происходит дальнейшее сближение между странами, народами. Но все остальное уже в руках людей, в руках наших людей, наших народов. Я вам желаю успехов экономически. Давайте привет всем, кто добрым вас. Спасибо. Я уверен, что результат только есть, но я как-нибудь приеду, посмотрю. Спасибо. Президент Леонид Тибилов направил поздравление с днем рождения президенту Нагорно-Карабахской республики Бакоса-Океану. Глава государства выразил уверенность, что благодаря нашим общим усилиям традиционно добрые и дружественные отношения между нашими странами будут и в дальнейшем динамично развиваться и укрепляться во благо наших братских народов. И пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в высоком деле служения Отечеству. Вчера в информационном выпуске новостей мы показали репортаж о проблеме жителей села Зорди от Кауцкинвальского района, которые обратились на телевидение с просьбой осветить их проблему. Люди в основном жаловались на пропускную систему через государственную границу. Тема получила развитие. Репортаж Зарины Кочиевой. По словам сельчан составлен список проживающих в селе осетинских семей. На основании этого списка их пропускают три раза в неделю с 8 до 11 утра. Люди обрабатывают земли, выращивают овощи и фрукты. Одевать их некуда. Оказавшиеся волей и судебы за пределами родины хотят иметь возможность пересекать границу чаще, чем три раза. Репортаж, в котором по большому счету мы подняли проблему, прокомментировал министр иностранных дел Мурад Жиоев. Репортаж был составлен так, будто село Зардяндкар относится к Южной Осетии и пограничные власти Южной Осетии якобы оставили его за галючей проволокой. Село Зардяндкар находится на территории Грузии, то есть на сопредельной сели Республики Южной Осетии территории Грузии. Правда, вплотную примекает к югостинскому селу Хельчуа, который является частью Цхинвандского района. Но, повторяю, село Зардяндкар находится за линией государственной границы. И после 2008 года, когда часть жителей этого села осетинской национальности вернула свои места постоянного проживания, откуда они были изгнаны еще в 1990-х годах, мы всячески старались их поддерживать, пока не приступили к обустройству государственной границы Республики Южная Осетия. Пограничные власти занимаются обустройством государственной границы Республики. После определения границы это село осталось на территории сопредельного государства. Однако, учитывая тот факт, что в этом селе проживают наши граждане, имеющие югостинское гражданство, исключительно для них на государственной границе сделали пункт пропуска упрощенного пересечения. Учитывая то, что жители осетинской национальности имеют гражданство Южной Осетии, и не только осетинской национальности, там есть и грузинка, но которая живет, дети учатся здесь в Южной Осетии, она имеет возможность тоже посвящать, переходить границу, поскольку живет в близком от границы расстоянии. Поэтому в вопросе этих жителей этого села ни у пограничников, ни у полномочного представителя президента по вопросам постнотных норм, никогда не были в забытии. Стараемся, чтобы они не были ущемлены в возможностях переносить продукты из своего производства. Эту проблему мы держим постоянно в поле зрения, стараемся решить. Но другое дело, что мы продолжаем и будем укреплять государственную границу Республики Южная Осетия. Мураджиоев отметил, что жители села имеют права пересекать государственную границу три раза в неделю, и уже прорабатывается вопрос возможного увеличения количества этих дней. Зарина Кочева, Замат Кузыев, информационный выпуск сегодня. Подари незабудку. Мастерская организована Международной организацией Красного Креста как память о безвести пропавших. К сожалению, в нашей республике множество семей, которые столкнулись с этой бедой. Они верят и ждут. И сегодняшняя акция тому подтверждение. Яна Плеева продолжит. У каждой картины здесь своя история. Каждая из них показывает и рассказывает о трагической судьбе сына, брата, отца или чьей-то сестры. Международный день без вести пропавших отмечается у нас не первый год, так как в результате нескольких военных агрессий со стороны Грузии, по последним данным около ста без вести пропавших. Международная организация Красного Креста организовала мастерскую под названием «Подари незабудку» в память о тех, кто пропал и больше не вернулся домой. Сегодняшней акцией в память о людях, которые пропали без вести, являются не только картины, выставленные в сквере, но и синие незабудки, сделанные руками детей и прикрепленные к одежде всех участников акции. Эти цветочки – незабудки. Это символ, обозначающий от слова «мы не забудем тех, кто пропал», и мы их ждем. Прошло больше 23 лет, но сердце матери все равно верит и ждет, что родной сын вернется к ней. Еще долгое время на стульях в его комнате одежда оставалась на тех же местах, где он сам их оставил. Пропал мой единственный сын, Мурат Пухаев. С 27 февраля 1992 года я его не видела. В этот день в город зашел грузинский БТР. Как он к ним попал в руки, до сих пор не знаем. Мне почти сразу сообщили, и я бросилась к тому месту. Но там уже никого не было. Ровно выставленные ряды картин в той или иной степени причастны к людям, пропавшим без вести. Передвижная фотовыставка «Воспоминания длиною в жизнь» уже побывала в четырех районах республики. Сегодня тур завершается в сквере. Мы точно знаем, в каком направлении исчезли наши граждане и кто за этим стоит. Вопрос пропавших без вести – это решение ни одного дня, ни одной недели. Это может растянуться на целые годы. Со временем мы это не наблюдаем. Но в этом году у нас есть определенный успех. В этом году после возобновления трехстороннего координационного механизма мы выяснили участь одного пропавшего без вести – Федева Майрбега, который пропал в августе 2008 года в ходе боевых столкновений с грузинским агрессором. Собравшись здесь, мы проявляем солидарность с теми, кто долгие годы ждет своих близких. Трудно, конечно, подобрать слова поддержки, но надежда должна сопровождать человека, отметил председатель правительства Думенди Кулумбегов. Потому и является, что во всем мире в давних времен происходят события, в результате которых пропадают люди без вести, в результате которых семьи остаются без кормильцев, родители остаются без своих детей. И обречены дальше жить с этим горем и с надеждой на чудо, что их близкие и родные вернутся. я хочу пожелать семьям, моим соотечественникам, да и россиянам, и людям, которые потеряли своих родных и близких, пожелать им твердости, духа, терпения и исполнения надежды. Трудоемкий и длительный процесс по розыску без вести пропавших людей будет длиться. И, может быть, семьи, ждущие своих близких, все-таки дождутся. В рамках проекта «Открытое правительство» в Госкомитете информации и печати состоялась пресс-конференция председателя Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марины Кочиевой. Подробности в нашем следующем материале. Главный санитарный врач республики рассказала о проделанной работе за первое полугодие 2016 года. По сравнению с предыдущими годами в их работе наблюдается положительная динамика. Комитет УГС и Потребнадзора работает в рамках тех законов, которые утверждены в республике. Это закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, закон о защите прав потребителей. Это наши основные законы. Ну и, конечно же, в соответствии с другими нормативными документами. Работу мы строим на основании план-графика, который утверждаем в начале каждого года. Ну и, конечно же, помимо плановых проверок, у нас бывают и внеплановые. Это обращение населения к нам, жалобы. Бывают различные рейдовые проверки в зависимости от той или иной ситуации. Все запланированные объекты, которые должен был проверить комитет, охвачены. А это объекты торговли, общественного питания, республиканская больница, парикмахерские и так далее. Во всех объектах санитарное состояние улучшилось по сравнению с предыдущими годами. В результате наших проверок ситуация бывает, конечно же, разная. Там, где бывают нарушения, мы выявляем нарушения. Нами принимаются соответствующие меры. Вплоть до закрытия, вернее, мы пересылаем материалы в суд для того, чтобы приостановить функционирование того или иного объекта. Нами также принимаются штрафные санкции. Также по сравнению с предыдущими годами намного улучшилось качество питьевой воды. От того, что у нас в водоканале уже функционирует гидролизная установка, через которую проходит питьевая вода, то качество воды улучшилось. Есть, конечно, еще некоторые вопросы к этой службе. Но если, опять же, сравнивать с предыдущими годами, то процент несоответствия про питьевой воды централизованного водоснабжения в городе, значит, процент, он снизился. Но мы на этом не останавливаемся. Мы очень тесно сотрудничаем с администрацией города по этому вопросу, с самим руководством водоканала. И в оперативном режиме решаем те или иные проблемы. Комитет пополнился новыми кадрами. В этом году приняты пять врачей. Также увеличилось количество исследовательских лабораторий. Если раньше анализы отправляли в Северную Осетию, то сегодня уже есть возможность сделать их у нас в республике и определить различные вирусы. На пресс-конференции затронули и вопрос городской мусоросвалки. Как отметила Марина Кочиева, этот вопрос стоит на повестке дня, но пока не решен. Зарина Кочиева, Алина Кисиева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». Судебные приставы служителей Семиды. Вот уже 15 лет они, так же, как и другие органы правопорядка, на страже закона. Служба совсем молодая структура, однако уже с накопленным опытом и квалифицированными кадрами. В киноконцертном зале «Чермен» состоялось мероприятие, приуроченное к юбилею основания службы. В начале торжества была показана небольшая передача, подготовленная государственным телевидением. Специальный репортаж о служебных приставах, подготовленный Розой Тедевы, смотрите в нашем сегодняшнем эфире. Президент Леонид Тибилов поздравил с профессиональным праздником сотрудников службы судебных приставов. Глава государства отметил, что с каждым годом служба судебных приставов повышает эффективность своей деятельности и добивается все более значимых результатов в своей работе. И пожелал им крепкого здоровья, удачи и благополучия. С 15-летней годовщиной образования службы судебных приставов Министерства юстиции и сотрудников поздравил и председатель парламента Республики Анатолий Бибилов. Другим темам. Ежегодно к новому учебному году перед родителями встает вопрос подготовки детей. А это покупка школьной формы, принадлежностей. Наша съемочная группа попыталась выяснить, во сколько это обходится. Каждый год в преддверии 1 сентября перед родителями встает вопрос подготовки детей. Как оказалось, эта подготовка накладна для семейного бюджета. Большинство родителей выезжают в Северную Осетию, чтобы по более приемлемым ценам купить детям школьную форму, обувь и даже школьные принадлежности. А мы все же попытались выяснить, какие цены у нас в городе и сколько обходится родителю подготовка ребенка к новому учебному году. Итак, первая статья расхода – школьная форма. Выбор зависит от вкуса и кошелька каждого родителя. Немногим легче тем, у кого в школах утверждена единая школьная форма, а за ней многим приходится выезжать за пределы республики. Если брать универсальный вариант, то брюки для мальчиков и юбка для девочек в среднем стоят 1500 рублей. Сорожка для мальчиков и блузки для девочек – 1300 рублей и выше. Сарафаны и костюмы обходятся от 2500 и выше. На обувь цены самые разные и можно смело утверждать, что цена на взрослую детскую обувь не дает существенной разницы. В среднем детская обувь стоит от 2500 до 5000 рублей. Подводя итог, школьная обновка на одного ребенка без сменных пар обходится до 8000 рублей. Что касается учебников, это уже отдельная история. Если на одежде можно экономить и выбрать недорогие вещи, то с учебниками намного сложнее. Для каждого класса необходимо приобретать новые учебники. Цены самые разные. К примеру, чтобы собрать учебники для ребенка первого класса – это 5 учебников стоимостью по 700 рублей. Нужно выложить около 3500 рублей. В старших классах нужно больше учебников. Это алгебра, геометрия, физика, информатика, история, география. Каждый учебник стоимостью от 450 до 700 рублей. Полностью учебники, например, для семиклассника обходятся для родителей до 5000 рублей. Кроме того, необходимы и другие школьные принадлежности – тетради, ручки, карандаши, пеналы и ранцы. Портфели для учащихся начальных классов гораздо дороже, чем для старших классов. Чтобы купить портфель с ортопедической спинкой, необходимый для детской осанки, нужно выложить 4000 рублей. Возвращаясь к учебникам. Помимо цен, проблема дефицита некоторых. Например, учебника осетинского языка, особенно для учащихся третьего класса. И, как говорят сами работники книжных магазинов, для них самих проблема, где приобрести книги по осетинскому языку. Они заказываются в Северной Осетии. Но и там их трудно достать, так как их не печатают. Проблема учебников актуальна для многих. Иногда спасает то, что многие одалживают или дарят ставшие им ненужными книги друзьям, родным соседям. Но в целом это не спасает ситуацию. Чтобы облегчить расходы родителей, в этом году Министерством образования и науки будут приобретаться учебники для учащихся начальных классов. Есть некоторые задержки с поставками этих учебников. Нашими поставщиками определены три партии поставки учебников в нашу республику. Это 1 сентября, 20 сентября и октябрь месяц. Так как мы опаздываем, мы все-таки решили дать определенное послабление родителям. И та партия, которая у нас намечена на 1 сентября, перечень этот определен, он имеется в Горуно, он имеется в Руно. Рекомендовано им ознакомить все школы и, соответственно, родителей, чтобы они эту партию не приобретали. То есть партия на 1 сентября родителями не приобретается. Если учебники и заказаны, то их смогут получить не все, а только небольшое количество детей. В советское время в школах учебники бесплатно выдавались в школьных библиотеках. Эту систему можно было бы как-то наладить и сегодня. Ирина Битева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. Информация, которая взбудоражила часть населения столицы, не подтвердилась. Речь шла о том, что рядом с детской библиотекой предполагается строительство большого торгового центра. Наш корреспондент Роза Тедейва встретилась с застройщиком, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные со стройкой. Многочисленные магазинчики, ларьки и капитальные строения под торговые точки. Кажется, столица превращается в один большой торговый центр. Недавно в центре города напротив второй школы началась стройка. Огородили территорию. И сразу же, как это обычно бывает, распространилась информация. Якобы застройщик планирует строительство очередного большого торгового центра. Возникает вопрос, насколько это вписывается в общую архитектурную картину центра, где недалеко, на проспекте Алана Джоева, уже построен один торговый центр, уродующий общую картину. Вот и предполагаемый новый объект вызвал недоумение, учитывая то, что здесь в непосредственной близости образовательное учреждение, а прямо под боком детская библиотека. Сотрудники библиотеки в данном случае высказывают возмущение. Выясняя все обстоятельства предполагаемого строительства, мы обратились к самому застройщику. Выяснилось, что Алана Джоев еще с 1991 года арендует эту территорию. Тогда он открыл пивную после небольшой магазин, который работал до недавнего времени. Еще в 2001 году он выкупил эту землю. Спустя 9 лет в 2010 году Джоев официально зарегистрировал этот участок земли за собой в Министерстве юстиции. Причем все эти факты Джоев подтвердил нам документально, предъявив все необходимые справки. Как рассказал Алана Джоев, он давно планировал построить здесь новый объект, однако не мог определиться, так как он не знал, что построят на территории бывшей четвертой школы. Узнав, что будет строиться храм, решил открыть на месте бывших магазинчиков цветочный павильон. Самый подходящий вариант, который я придумал – цветочный магазин. Павильон весь будет из стекла, очень красивый. Это моя частная собственность. Просто вместо старого ветхого строения я хочу сделать красивый магазин. Согласно предъявленным документам, в собственности у Джоева участок в 113 квадратных метров, а предполагаемый цветочный магазин по проекту займет не более 60-70 квадратных метров. Как заверил Джитшоев, его строительство никоим образом не выйдет на территорию тротуара. Выясняя все обстоятельства, мы получили информацию и в администрации города. По предоставленной информации, мэрия разрешения на строительство не давала. На сегодняшний день строительство объекта приостановлено. Роза Тедеева, Яна Плеева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Сотрудники пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия посетили Ленингорский детский дом. Дети и воспитатели готовятся к Дню знаний. И подарки пограничников в виде школьных принадлежностей для детей кстати. Это не первая благотворительная акция военнослужащих, которые взяли на себя добровольное обязательство поддерживать ребят. Алена Аутаева с подробностями. Пограничники подарили детям к новому учебному году школьные принадлежности. Все то, что необходимо для учебы. Ручки, карандаши, краски, дневники, портфели и многое другое. По словам сотрудника пограничной службы в населенном пункте Ленингор Владимира Глуховского, детям местного детского дома они всегда будут помогать. Всем, чем могут. Уважаемые преподаватели, учителя, работники данного учреждения. Решите от лица пограничников поздравить вас с этим знаменательным днем, днем знаний. Для детишек это поход в школу, для вас это труд обеспечить их быт, их досуг, их учебу. Все, что вам необходимо для того, чтобы рисовать, клеить, проявлять творческий талант, творческий талант и любить школу, и уважительно относиться к своим преподавателям, к учителям, это главные люди в нашей жизни. На сегодняшний день в Ленингорском детском доме 30 детей из разных районов республики. Виктория Нанева говорит, что готова к новому учебному году, рада подаркам. У Виктории в детском доме еще 4 брата. Когда она поступила в Ленингорский детский дом, ей было всего лишь год и 8 месяцев, а в этом году она переходит в пятый класс. Это не первая акция, которую проводят пограничники населенного пункта Ленингор. Пограничники говорят, что они взяли на себя добровольное обязательство – помогать воспитанникам детского дома. Ведь дети обделены родительским вниманием. Узнав несколько лет назад, что есть такое учреждение, есть категория детишек, которые, к сожалению, обделены родительскими вниманиями, либо испытывают какие-то иные проблемы, приняли решение оказывать помощь детскому дому. Считаю, что миссия любого человека, любой организации – оказывать посильную, померную помощь такого рода учреждениям. Дети – это наше будущее. Если сегодня детишки мы видели и улыбались, значит, одна из задач нашей акции выполнена. То есть мы доставили радость, неподдельный интерес детишек к учебе, значит, все удалось, будем стараться в этом же русле также встречаться. Воспитатели Ленингорского детского дома выразили благодарность российским пограничникам за внимание и заботу. Хочу поблагодарить пограничников России Ленингорского района за ту заботу, за то внимание, которое они выделяют нам. Это не первая поиска от пограничников. Они очень часто посвящают Ленингорский детский дом. Они нам подарили телевизор, подарили нам компьютер. До нового учебного года осталось всего два дня. В эти дни Ленингорский детский дом активно готовится к первому сентября. Здание капитально отремонтировано. Просторные светлые кабинеты, налаженная работа отопительной системы. Есть горячая и холодная вода, душевые, столовая, мастерская и спортзал. В этом году открыли и ясельную группу. Но пока дети такого возраста не поступали. Директор Ленингорского детского дома Заира Элканова говорит, что для детей созданы все условия. Хочу выразить благодарность президенту нашей республики Леониду Тибилову. Благодаря ему наше здание попало в инвестпрограмму. Мы довольны созданными условиями. Министерство образования выделило нам финансовые средства для закупки мебели. Каждый год из бюджета выделяются финансы. Мы на эти деньги купили школьную форму, портфели. А сегодня пограничники тоже сделали нашим детям подарки. Недавно 10 воспитанников из Ленингорского детского дома при поддержке правительства Республики Южная Осетия отдыхали в Республике Абхазия и в Воронеже. Алена Алтаева, Арнольд Харейбов. Информационный выпуск. Сегодня. Для ребят из Скинвальской школы-интернат Ленингорского детского дома и Цаусской школы-интернат был организован летний отдых в лагере под Воронежем. Подробности у Анны Гассивой. Воспитанники Скинвальской школы-интернат, Ленингорского детского дома и Цаусской школы-интернат отдыхали в оздоровительном лагере под Воронежем. Отдых подошел к концу и ребята довольные вернулись в Осетию. Для наших детей была подготовлена разнообразная развлекательная программа. Как рассказали сами дети, поездка оставила в их памяти неизгладимые впечатления. Они проводили время весело, дружно и с интересом. Я впервые была в Воронеже и мне понравилось. Наиболее мне понравились занятия плаваниями дискотека. Я познакомилась со многими девчонками. Мы стали подругами. Я бы хотела поехать еще. Мне понравились проводимые мероприятия. Божатые очень хорошо к нам относились. Мне очень понравилось. Хотелось бы поехать снова. По словам Роланда Тедеева, юго-осетинские дети отдыхают в этом лагере четвертый раз. Спонсором их бесплатного отдыха выступает открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Этот лагерь принадлежит компании РЖД. В прошлом году ей исполнилось 90 лет. Замечательное место и хорошие условия. РЖД построил этот комплекс после войны и помогает нам каждый год. Мы стараемся отправлять туда детей не только с Химбала, но и с Ленингурского и Дзавского районов. Дети приехали с замечательными ощущениями и очень довольны. Теперь отдохнувшие и с новыми силами они начнут новый учебный год. Анна Гассиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. И это все, о чем мы вам успели рассказать. Вечерний выпуск информационной программы в 23 с новостями вас познакомит Батрат Схуриев. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин